На Кипре начали охоту на тех, кто не платит налоги. А турецкие власти решили пойти навстречу собственникам и снять лимиты на поднятие стоимости аренды. О важных и интересных событиях мира недвижимости и миграции в выпуске новостей ПриАН. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! В прошлом выпуске мы рассказывали о крестовом походе на краткосрочную аренду в Европе и как раз упомянули Кипр. Тогда на острове просто звучали призывы пересчитать и проверить туристические объекты. Вдруг, дескать, собственники не платят налоги. Но то были просто громкие заявления Совета по регистрации агентов по недвижимости. Не самая серьезная организация. А на этой неделе появились сообщения о рейдах налоговиков. Официально проверяют, есть ли факты незаконной сдачи жилья, на которое владельцы получили льготную ставку НДС в 5%. Как для места основного проживания. В чем суть проблемы? НДС на Кипре большой, 19%. Но его, говоря упрощенно, можно уменьшить до 5%, если вы покупаете первое жилье и живете в нем сами. Соблазн заплатить меньше велик. И сдавать собственность в аренду тоже. И вот с теми, кто заявляет свое жилье как первое, но по факту получает прибыль, начали борьбу. Насколько серьезная? Эти проверки НДС достаточно жесткие. Но в каком смысле? Не то, что кто-то приходит с наручниками, но это происходит физический рейд, когда сотрудники налогового департамента проверяют недвижимость и проверяют, находятся ли там владельцы или же арендаторы. Это только начало массовых проверок. Ожидается, что десятки сотрудников налогового департамента посетят районы, где сдается жилье. Будут смотреть, кто в них квартируется – владельцы или арендаторы. Что делать с собственником? Лучше всего добровольно пойти в налоговый департамент и оплатить оставшиеся 14% в НДС, чтобы избежать проверок, штрафов и оплаты пени. Кстати, для этой цели доступна рассрочка на 12 долей равными ежемесячными платежами. А что делать, если собственник сначала жил сам, а потом решил сдавать жилье в аренду? Но НДС оплатил по льготной схеме. Льгота дается на 10 лет. То есть, если в течение этих 10 лет собственник передумал и решил сдавать недвижимость, то тогда ему нужно будет доплатить в казну государства пропорционально столько лет, сколько он будет сдавать. Например, если человек получил жилоту на 10 лет, 2 года прожил самостоятельно, а потом решил сдавать, ему нужно будет доплатить 80% от 14% разницы, которую он не доплатил. Заключение. Это уже не первая акция по поиску неплательщиков. В ходе предыдущей кампании было проведено 3000 проверок, выявлено 500 нарушителей и взыскано больше 40 миллионов евро. Так что для кипрских властей игра определенно стоит свеч. И снова про аренду. Отменять или не отменять – вот в чем вопрос. Переместимся в Турцию. Здесь разыгралась почти шекспировская трагедия на рынке аренды. Речь идет о 25% ограничении потолка ежегодного подъема стоимости арендной платы. Его ввели в июне 2022 года. Сделано это было, чтобы поддержать пострадавших от пандемии съемщиков жилья. На тот момент мера казалась адекватной. Правительству уж точно. Арендаторам должно было стать хорошо. Но что говорят цифры? Рост цен на аренду снижается. К апрелю за год он упал уже до 51%. Какие там 25? Есть и более суровые данные. Эндекса за два предыдущих года зафиксировал рост арендной платы в лирах. Более чем в три раза. А с поправкой на инфляцию на 47%. Понятно, что в последней статистике велика доля тех, кто только начал сдавать свою недвижимость. А значит имел право поставить любую цену. Но по данным агентов в 80-85% случаев введенное властями ограничение просто не было реализовано. Арендаторы пошли в суды. Но они такие споры перетирают крайне долго. И за полтора года их накопились тысячи. И вот теперь ограничения будут снимать. С первого июля. А это значит, что квартира съемщиков, которые до сих пор платили по ценам двухлетней давности, стоит приготовиться к тому, что их платежи вырастут на 50-60%. Причем сразу. Корень проблемы в том, что нового жилья строить недостаточно. А постоянно растущий спрос толкает цены вверх. Ну и плюс. Турция страдает от инфляции уже не первый год. Впрочем, когда собственники совсем теряют голову и выставляют жилье по непомерным ценам, его никто не будет снимать. Альтернативы найдутся. Так и произошло в популярном Марморисе. Сейчас в городе больше 700 пустующих резиденций, ждущих своих съемщиков. Причем еще с зимы. Сюда после пандемии хлынул поток иммигрантов. Цены взлетели. А они и до этого были выше средних по стране. Съемщиков иностранцев стало меньше после того, как появилось ограничение на выдачу туристических ВНЖ. А те, кто еще не покинул страну, попрощался с Марморисом и его заоблачными ценами в пользу менее популярных, но более дешевых городов. Как следствие, ставки на аренду снизились до 50%. Сейчас квартиру 1 плюс 1 можно арендовать примерно за 300-600 долларов в месяц. Инвесторам стоит внимательно присматриваться к деталям. Турция и Северный Кипр – два топовых направления у покупателей зарубежной недвижимости. Даже несмотря на то, что спрос на них в 2024 году не тот, что, скажем, в 2022. Но посмотрите. В Турции в мае россияне заключили более 400 сделок. В спокойные времена это были бы отличные результаты. Аналогичной статистики по Северному Кипру нет. Но, как мы видим на Пряне, число запросов на жилье в республике сравнимо с показателями в Турции. Иностранные покупатели важны для обоих рынков. Застройщики и риэлторы борются за внимание. Но что они могут предложить рынку? Объекты под переезд и получение миграционного статуса. Это понятно. Жилье для отдыха. И тут вопросов нет. А вот с инвестиционными проектами сложнее. Тем более в Турции, где трудно сдавать жилье в аренду. Да и на Северном Кипре хотели принять законы, ограничивающие права иностранцев. Хотя так и не приняли. Понимая потребности покупателей, местные компании стремятся предложить новый продукт. Например, объекты с гарантированной доходностью. Для рынка продукт не новый, но как он работает в данном случае? Какая доходность заявляется? Как она гарантируется? Эти вопросы будут в центре внимания на вебинаре с компанией Intermark Global. Ближайший вторник, 25 июня. Эксперты Intermark всегда глубоко анализируют рынки, поэтому их мнение будет интересно и потенциальным покупателям, и профессионалам. Плюс на вебинаре представят конкретные решения в Турции и на Северном Кипре. Итак, 25 июня, 13.00. Регистрация по ссылке в описании. И в заключение назову самый счастливый город мира. Его в своем рейтинге определяет проект с громким названием Institute of Quality of Life. Как и любой рейтинг, он вызывает массу вопросов. Например, в исследовании проверены только населенные пункты, где живет больше 300 тысяч человек. Таких набралось примерно 1650. Но крупные города, по которым не нашлось определенных данных, в рейтинг не попали. Выбыли из него и города, показавшие очень низкий результат хотя бы по одному параметру. Определены оказались 250 лучших. Там проверяли работу местной власти, экологию, качество транспортных услуг. В лидерах сплошь Европа, причем северная и западная. В первой десятке Мюнхен и Хельсинки, Женева и Копенгаген. Третий Берлин, второй Тюрих, а первый скромный датский Орхус, который неофициально часто называют городом улыбок. Возможно из-за того, что рядом находится огромный лунопарк Тиволи. И кстати, в Орхус едут со всего мира и даже со всей Дании. Население города за ближайшие пять лет может увеличиться на 20%, почти до 400 тысяч человек. Кстати, в топ попал и один российский город, Петербург. Он, правда, в третьей сотне, что любопытно на строчку выше знакомой многим турецкой Анталии. В нашей традиционной рубрике одно из предложений в Индонезии. Точнее, на Бали. А еще точнее, на Буките. Комплекс вилл, которые должны быть достроены к концу года. Виллы двухэтажные, 140 квадратов, полностью меблированные. Поскольку до ввода в эксплуатацию конкретного проекта остается совсем немного времени, заработать на росте цен едва ли реально. Так что для инвесторов это скорее вариант для сдачи в аренду. Арендный потенциал на Бали традиционно высок. Расчетная доходность в данном случае 250 тысяч долларов. Это стоимость виллы. Исходя из нынешней конъюнктуры, сдача в месяц может принести более 3 тысяч долларов. На Пряне много предложений на Бали. Ссылки традиционно в описании. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Здесь мы рассказываем о международной недвижимости и иммиграции. До встречи на следующей неделе. Добра и мира в ваш дом.